Сюда вы приехали на кладбище. Это одно большое кладбище. Периоды полураспадов это сотни, тысяч и даже миллионы лет. Страшно. Все утекали и не знали от чего. Это по сути моя родина. А что, живу-то еще. Ну что, мы на зоне. Сзади меня Чернобыльская АЭС, я все еще в Беларуси. Меня зовут Артем Рындевич и уже больше года со своими близкими и друзьями я путешествую по нашей стране и снимаю проект «Едем». И в этом выпуске мы отправились в Беларусскую зону отчуждения. Авария на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года вошла в историю как крупнейшая техногенная катастрофа за всю историю человечества. Однако мало кто знает, насколько это сильно повлияло на Беларусь и где находится Беларусская зона отчуждения. Уже в 1988 году был основан Полесский радиационный экологический заповедник, занявший территорию в 216 тысяч гектаров. И въезд туда возможен только по пропускам и в сопровождении научного сотрудника. И в этом выпуске я покажу вам вид на реактор Чернобыльской АЭС. Мы посмотрим, в каком состоянии сейчас находятся постройки и поговорим с последним жителем зоны. Также мы разберемся, чем отличается украинская зона отчуждения от беларусской, что там стоит увидеть и безопасно ли это все. Ну что, едем. Мы прибыли в Гомель и это наша первая точка дислоцирования на сегодня. Отсюда мы стартуем в зону. Погнали знакомиться. Это Ваня Есеня, мои друзья из Москвы и коллеги по ютубу. У них есть ютуб-канал под названием Soho Charlie, где они рассказывают о разных видах фантастики. Любят заняться поисками глубинного смысла и рассказать вам о том, что стоило бы почитать и посмотреть. Обязательно подписывайтесь на ребят. Ссылка в описании. Наш небезызвестный Егор, Владислав, А.К. Скороход и Юля. Спасибо. Ну ладно, спасибо. Нас принимает наш прекрасный гид по зоне отчуждения, Петр. Очень приятно. Взаимно. Выпьем кофейку. С Петром мы познакомились в Инстаграме. Он уже многие годы водит группы туристов в зону отселения и зону отчуждения. А до закрытия границ возил группы на саму Чернобыльскую АЭС. Весь тур у нас займет два дня. Сегодня мы поедем в зону отселения, переночуем в Хойниках и на завтра отправимся в саму зону отчуждения. Я всегда говорю, что лучше в такие и подобные места отправляться вместе с сопровождением, с гидом, который знает эти места. И мы сейчас приехали к Петру домой. Петр своими руками построил дом. Очень много сделал действительно сам. И крышу, и... Оставляем здесь автомобили и на твоей машине отправляемся дальше. Наш транспорт на следующие два дня. Нет, не ты. Нет, нет. Поехали! Отправной точкой нашего маршрута стал город Гомель. И, честно сказать, он меня приятно удивил. Прекрасный парковый ансамбль в центре города. И я обязательно вернусь в ближайшее время, чтобы снять выпуск о Гомеле. Переезжать никуда не планируем. Все, что нужно для жизни, тут есть. Нет большой суеты, больших городов, типа как в Минске. Природа вокруг красивая, то есть для отдыха все имеется. Ну и, конечно, зоны рядом. Рядом моя зона. И первая знаковая точка на нашем пути – это город Добруш. Именно здесь находится зона отселения, в которую мы направляемся. Но не путайте с зоной отчуждений. Сейчас объясним почему. Во-первых, в родиноквидах, которыми загрязнены эти территории, зона отселения загрязнена сейчас только под Сейзию-137. И в плотности загрязнения. В зоне отселения загрязнение меньше, чем в зоне отчуждения. У 134-го Сейзия период по распаду примерно 2 года. То есть уже через 10 периодов, через 20 лет, под Сейзию-134-го эта территория была чистая. Сейчас больше, чем в 2 раза, стало меньше Сейзия-137. Но других тут уже нет радионуклидов. В зоне отчуждения, там помимо Сейзия, есть стронсовая большая, много загрязнений, плутонийный ряд и уран. У тех элементов уже периоды полураспадов это сотни, тысяч и даже миллионы лет. Поэтому та территория навечно выведена из использования. Это еще когда-нибудь будет использоваться. То есть она станет чистой. Подъезжая к этому городку, дух Советского Союза чувствуется просто в каждом объекте. Мы встретили село Рассвет, площадь, скорее всего, площадь Ленина, да? Площадь Ленина, где написано на здании «Миру мир». Очень много отсылок к советской эпохе. Здесь она прям очень хорошо сохранилась. Просто так попасть в любую подобную зону в Беларуси не получится. Чтобы отправиться туда, вам необходимы пропуска и сопровождение местного сотрудника. С этим нам реально помог Петр. Он уже не первый год водит туристов в эти места и подготовил для нас все необходимое. Пропуска, сопровождение, транспорт и маршрут. Однодневные и двудневные туры обойдутся вам в 150 и 200 рублей с человека, соответственно. Дополнительно оплатить вам придется только ночлег. Сюда, по сути, просто так вход воспрещен. Да, нужен транзитный пропуск на транспорт. В принципе, нельзя было попасть в зону отчуждения. Это в пресс, куда мы завтра едем. То есть завтра у нас эксклюзит, можно сказать. Ну да. В определенном смысле так. Это вот местное место, где знак зоны отселения, то есть въезд в нее, обозначен на асфальте. Это самое начало, вот доброе сказано. Эта территория отселялась с 1987 года. Изначально планировалось, что только зона отчуждения эвакуирована. Позже производилась доза разведка, то есть территорию уже намного отдаленных территорий от самой станции. И выяснялось, что здесь тоже очень высокие плотности загрязнения. Вокруг этой зоны есть используемые поля, там вполне чистая продукция. Справа от нас это ограда и старый фундамент церкви с орхистратиго Михаила. На 20-летие аварии она была перенесена из вылива в Гомель. Была собрана и отреставрирована на Реческом проспекте в Гомеле церковь из зоны и в память об отселенных деревнях. Здесь раньше была вот на месте вот эта вот поля слева, здесь раньше была школа и несколько двухэтажных домов. Зимой 2018 года были снесены. В Добрушской зоне отселения есть несколько уникальных локаций, о которых знают единицы. Именно здесь и сейчас мы поняли, где мы находимся, и все наше веселое настроение испарилось. В каждом уголке этих мест витает трагическая атмосфера тех времен. Вот в этом месте уже, в принципе, ощущается атмосфера трагедии какой-то. Того, что людям пришлось просто отсюда уезжать, бросать все, что они здесь имеют. Все эти заброшенные камни, фундамент отсылают к тем эмоциям, которые испытывали люди тогда. Честно, представить даже сложно. Еще здесь чувствуется, как природа забирает свое. За 20 лет здесь все поросло мхом, и однозначно природа просто поглотит это со временем. Но что для человека трагедия? Для природы новый виток жизни. С уходом людей из этой местности природа стала стремительно восстанавливаться. Вот этим вот наш заповедник, кстати, радиационно-экологически отличается. Если брать сравнение с другими заповедниками, особо охраняемыми природными территориями, которые в Беларуси, то они охранялись десятилетиями и даже веками, как, например, Беларусская пуща. В зоне отчуждения, то есть мы видим полностью восстановившуюся природу за 35 лет после аварии. Свернулись и все виды животных и птиц, которые там когда-то обитали, и восстановились, то есть поля и леса восстановились после широкого использования человека. Диких животных легко встретить. Да, да. Чтобы встретить, достаточно просто встать, постоять, рано или поздно к тебе кто-нибудь. Вот в Наравлянской зоне встречали волка. Волк-одиночка, он просто стоял, прям испытывал к нам любопытство, то есть кто это приехал к нему. Наверное, если бы девочки не пошли кормить его, он бы там и дальше стоял. А они решили его покормить? Только представьте себе, 70% всего радиоактивного выброса после взрыва реактора ЧАЭС осело на территории Беларуси. В одной только зоне отчуждения было отселено 96 деревень. А самая дальняя зона отселения в Беларуси находится в 260 километрах от Чернобыля. Это деревня Самотевичи Могилевской области. И сейчас крайне сложно трезво оценить масштабы этой трагедии. Как эта река называется? Ипуть. Ипуть. В ней можно купаться. Да? Вода проточная чистая, она же не состоявшаяся. Пока у нас не самые очевидные локации Догружской зоны отселения, но сейчас нас ждет что-то особенное. Так, вот прибыли собственно на территорию парка, усадьбы Герардов. Вся территория 7 гектар, рядом находится бывшая школа. Николай Герардов. Это был бывший генерал-губернатор Финляндии. В то время на службу, то есть когда Финляндия была частью Российской милиции, на службу можно было брать только русских. Вопреки как бы правилам, брал на работу финнов. То есть когда об этом в Петербурге узнали, отправили его. То есть сняли с должности, отправили сюда. После революции 17-го года, то есть эта усадьба стала уже детским домом. После аварии на ЧАИС с 1986 года, это зона отселения. Это нереальное место является некой квинтэссенцией нескольких эпох. Здание 19-го века, полноценный дворец, постройки советской эпохи. Все это сейчас просто заброшено. Это по сути новая эпоха, новый период этого места. И все это пришлось просто бросить после Чернобыльской катастрофы. Отсюда, наверное, где-то 100 километров 150-130-150. Многие города остались, то есть, не тронутыми. А вот что-то было, что крупные города, какие-то восходящие потоки воздушные, видимо, тогда плюс уже было достаточно тепло, и обошло. То есть ни Хойники сами, ни Гомель, ни Речица. Наровля сама чистая, это уже Мозрь чистый. То есть вокруг этих городов, райцентров крупных, находятся и зоны обязательного досконтроля, зоны периодического досконтроля, но сами города остались чистыми. В зоне отселения сейчас абсолютно безопасно находиться. Однозначно вам необходимы пропуска, чтобы сюда проехать. Но для здоровья здесь ничего не грозит. Радиационный фон здесь близкий к норме, и это место однозначно безопасно для посещения. Радиационный фон здесь близкий к норме, и это место однозначно безопасно. Радиационный фон здесь близкий к Costa Rica. КОНЕЦ! КОНЕЦ! Откровенно жуткое место Отправляясь в зону отчуждения, обязательно берите вот такие вот башмаки, ботинки на высокой подошве, потому что здесь везде есть гвозди и можно пробить ногу Это просто мечта сталкера какая-то, здесь столько атмосферных заброшенных зданий, фантастика Вряд ли вы знали, что в этой местности живут люди, но остался только один житель и зовут его дед Микола И сейчас мы встретимся с последним жителем зоны отселения Заедем? Да, только к нему ближе, 5 метров не подходите, очень боится он коронавируса, потому что он один, заболеет, он старенький уже Здравствуйте Я не понимаю, что вы такого хотели увидеть? Вы тут последний? Да, я тут последний Обалдеть Больше внимания я там уже в деревнях А что, живу да и все, а что ж ты? А что делать? Угром самому идти в яму выкладывать и ложиться, да? Слушай, сынуля, я люблю деревню, я родился и вырос А город для меня это, город знаешь, что такое? Это улик Да, я переехал, давно переехал Все тут видел, все при мне строилось, рождалось, развалилось при мне тоже Страшно Все утекали, не знали от чего и куда Это страшная вещь Во-первых, когда-то дед еще спокойно говорил, что запомнил внук, где лошадь повалялась, шерсть всегда останется Так и люди, ты думаешь, здесь дома красивые были, деревянные, деревня красивая Здесь школьники ходили в две смены учиться Одним махом, розчерком развели все, как Россию развалили, партию разогнали, все А что я буду бояться? Что, что звери бегают, что ли? Бояться надо двух ног А зверя не надо бояться Сколько вам лет? А сколько ты дашь? 80 И ничего вас тут не взяло? Ни радиация, ничего? Природа, понимаешь, я что тут, то вы приезжаете на природу с города, на природу, понимаешь, а я в природе Так что, речка красивая была, сейчас они много спортили И рыба была, и охота была, и вишни, и ягоды, работай только Живи, трудись, или не ленизь, да не ешь она хлеба, она любит, понимаешь, у нее белая Мяско, мяско ей Спасибо, будем в ваших краях, заедем еще раз кого А, ну давай, счастливой вам Отправляясь в зону отчуждения, имейте в виду, что половину всего времени вы проведете в дороге Между зонами и основными локациями довольно длительные переезды Поэтому обязательно это учитывайте В Беларуси есть 5 разновидностей чернобыльских зон, которые отличаются уровнями загрязнения Но об этом различии вы подробнее узнаете завтра А сегодня мы приехали в еще одну разновидность И это зона обязательного дозконтроля Санаторий ИОН до 1993 года был рабочим санаторием Одной из причин закрытия это нахождение в зоне обязательного дозконтроля после аварии на Чернобыльской АЭС Ну и экономические проблемы, то есть в 90-е санаторий перестал как таковой существовать У нас 5 зон, Беларуси зона отчуждения, отселения, зона последующего отселения, зона обязательного и периодического дозконтроля А сейчас мы находимся в зоне обязательного дозконтроля То есть это значит, что при сборе грибов и ягод в этом лесу нужно их обязательно проверить со станции на содержание радионуклидов Погнали, сталкиваемся? Да, 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 да Мы готовы КОНТРИГУАСИЕ ГОВОРСКАЯ ПОДПИАСИЕ ГОВОРСКАЯ ПОДПИАСИЕ ГОВОРСКАЯ МЕРСКИЙ ЗАТОНСКИО БЕЗИТИНО Вон лепнину видно на стенах. На случай, если у вас закончились зарядки, у нас есть отличное решение. Как вы могли заметить, я много путешествую. И мои друзья из Хобби Парк предоставили для теста мне две вот такие батареи EcoFlow. EcoFlow Delta и EcoFlow River Pro. Что я вам скажу? Это очень крутая вещь в дорогу, в путешествии. И я уже начинаю задумываться о покупке. Главное преимущество этих батарей в том, что у них есть разъемы для розеток 220 вольт. Куда можно просто подключать обычные вилки, как в обычной розетке. Также здесь есть множество USB разъемов. Основная моя проблема в том, что у меня очень много зарядок. Часто в гостиницах, а тем более в палатках, у вас нет достаточного количества розеток. Но даже если вы не фотограф и не видеограф, однозначно это лучше, чем какой-нибудь дизельный генератор. Вы берете с собой просто целый пул розеток, фонарик, режим SOS, если вы потерялись и вам нужна помощь. Можно заряжать даже с помощью солнечной батареи. Берете солнечную батарею и заряжаете EcoFlow от нее. Бегом смотреть по ссылке в описании на сайт EcoFlow.by. По промокоду ЕДЕМ, вы получите 7% скидки на эту батарею. Вперед! Ну а мы выезжаем на ночлег. Да, готовы? Так! Пансионат приехали, привезли, деньги взяли за путевку, документы забрали, вот пансионата нет! Едем! Ночевать мы приехали в город Хойники, откуда завтра мы наконец отправимся в зону отчуждения. Надеюсь, что открытие влюб. Вай, как у вас тут прекрасно! Здесь где-то, где-то москвичек? Сейчас пришли, как ворочу, чтобы поесть и спать. Как я говорил ранее, в зону отчуждения можно попасть только в сопровождении научных сотрудников. И сегодня мы пересели на их транспорт и отправились по первому из 7 маршрутов. Пожалуй, самому насыщенному и разнообразному маршруту. Ну что, мы на зоне. Здесь все намного строже, чем мы были в первый день, потому что здесь уровень радиации значительно выше. Это не зона отселения, это непосредственная зона отчуждения. Сейчас нам выдают пропуска, прямо по паспортам. Мы расписываемся, нам дают сопровождающего и мы отправляемся. Сейчас мы находимся здесь, посещаем под музей, старую школу или больницу. И едем в деревню Оревичи. Переезжаем назад на красноселье. Здесь вышка и деревня. Ну, от нашей крайней точки примерно 20 километров до НБК. Очень огромный, то есть мы его можем увидеть. Вся зона отчуждения наша располагается на трех районах. Это Брабинский, Брабинский, Ермисий, сейчас находимся. И Наравлянский. Площадь заповедника на сегодня примерно 2100 квадратных километров. Около 1% страны. Всего у нас 5 зон. В Беларуси зона отчуждения, зона отселения. Вчерашние наши места. Последующее отселение. Это территория вокруг зоны отчуждения. Зона обязательного отчуждения и зона периодического досконтроля. Всего из зоны отчуждения было эвакуировано примерно 21 тысячи человек. После аварии был выброс 21 радионуклеи. Легких элементов короткоживущих, долгоживущих, такие как уран-235 и плутоневый ряд. В заповеднике есть абсолютно все животные и птицы, которые обитают в Беларуси. Здесь несколько краснокнижных видов. Это рысь, медведь и зубр. Много очень росей, косуль, оленей. Все 25 видов рыб, которые живут в Беларуси, здесь, в улице, в реке Припять. И около 1200 различных видов растений. У этих товарищей самый большой период полураспада – это 239-й плутоний ружейный, 24 тысячи лет. По нашим расчетам необходимо более 240 тысяч лет, чтобы он распался. Этот распадется через 140 лет после аварии. Этот распадется только к 5932 году. Субтитры создавал DimaTorzok Эти здания до момента аварии были школой. Старое здание красного кирпича – это больница постройки конца 19-го, начала 20-го века. В послевоенный период было построено новое здание школы. Йоу! Это все собака, живо-сволк. И определяется здесь содержание радионуклидов, которые спустя 35 лет после аварии остались. Почва может быть, там вот вода с различных водоемов. Например, вот это вот пробы древесины в виде опилок. Скажем так, вот в этих, в таких вот, что ли, сосудах или геометриях измерениях, это почва откуда-то там, допустим, доставленная. Вот так вот это делается, да, скажем так, закрывается. Ну, там, на компьютерах, то есть это компьютеризировано. По измерению, скажем так, пробуют измерять содержание. Бармалей, младший научный сотрудник Полесского радиационно-экологического заповедника. Есть небольшая вероятность, что зубры уже пришли. Ого! Поэтому лучше мы попробуем увидеть зубров, не увидим, но поедем дальше. С этой точки 30 километров до ЧАЭС. Да, реально? Офигеть. Вы, естественно, спросите, безопасно ли это все. По факту, за все время нашего нахождения в зоне отчуждения, накопленная доза облучения сопоставима с одним часом полета на самолете, где мы также этому подвергаемся. Всем тихо. Зубров нельзя пугать. Тут они просто машину укусили и разбежались. Поэтому сейчас их попробуют подозвать. Так, можно выходить. Не увидели пока. Попробуем вернуться позднее. До аварии через Ревичи здесь была остановка катера. Ходил катер «Мозырь-Киев» ракета. Здесь была его остановка. Что сегодня? День Великой Октябрьской революции. 7 ноября. И мы сейчас... Мы вовремя приехали. Если вы можете поискать открыток, очень много разных открыток. 7 ноября. Поздравления. Субтитры подогнал «Мозырь-Киев». Субтитры подогнал «Мозырь-Киев». Субтитры подогнал «Мозырь-Киев». Субтитры подогнал «Мозырь-Киев». тут билеты офигеть школа коммунизма офигеть ооо позволяет себя с великим праздником октября сегодня мы приехали в день октябрьской революции и здесь открытка в честь октябрьской революции с 8 марта 35 лет вот это вот все здесь лежит у меня мурашки так спички 77 года после аварии они пролежали все время в этом здании до сих пор хорошо загораются вот это делали раньше спички гомельдрев ну это просто невероятный музей советской эпохи он конечно в разрушенном состоянии но здесь очень много артефактов разбросаны различные открытки учебники журналы которые датированы именно той порой теми годами как будто время здесь просто застыло все увидеть своими глазами как будто ты погрузился в 35 лет назад ну я сам из города хоники куда вы приехали где вы ночевали место в котором вы сейчас находитесь хоникский район это по сути моя родина то есть вы сегодня у меня в гостях они жили неподалеку от территории которая зона отчуждения сейчас мама жила на границе отец тоже у них разные деревни но они часто были здесь и вот мама заканчивала бабчинскую школу и заканчивала бабчинский учебно-производственный комбинат а ты и сам водишь здесь экскурсию да, да я научный сотрудник вот где в лаборатории где вы сегодня были это одно из подразделений научной части вот у нас таких 5 это реально моя история мне нравится вся эта тематика конечно тут веселого мало даже не то что мало вот здесь нечему я всегда туристам говорю место где вы сейчас находитесь куда приехали здесь не место для каких-то там насмешек, еще чего-то, окривляний почему? потому что вы когда приезжаете на кладбище допустим, да, в Радоницу или еще когда-нибудь то там вы особо не смеетесь а здесь сюда вы приехали на кладбище это одно большое кладбище кладбище чьей ты молодости там детство первой любви там первые поцелуи первых шагов кто-то здесь, да поэтому люди уезжая бросили все их жестоко обманули сказали, что ребята, три дня и come on вы вернетесь обратно домой спрашивали там когда я ходил здесь что пищит это вот он пищал когда я где-то чуть больше импульсов поймал, чем нужно то есть он пищит если мы где-то куда-то зашли не туда, да у вас альтиметры, которые измеряют гамма-фон у меня есть еще который меряет и бета можете включить их вот так на кнопочку когда превышает один микрозивер там и порог я поставил начинает пищать вообще норма установлена законодательством для проживания по гамма-фону это там от 1 до 0,5 микрозивер да там было сколько? единичка, да, максимум? да здесь 9 здесь 9 ну здесь я 24 находил то есть тут у нас такое пятнышко что-то, стекло или при смыре наши экскурсии то есть маршруты по которым мы ходим они все давным-давно обследуем мы из самой интересной локации то есть на каждом из участков мы их включили в маршрут но они также оказались самыми безопасными это мох такой он прикольный кстати, поднеси к комку короче, много походов где-то мы поймали значит левее, правее пошли отсюда скорее зачем-то пальцы не текают приехали до ночи в день это прикольный ребята, давайте так в школе минут ну 7-10 потому что у нас еще большие переезды все, пошли шустро между локациями большие переезды сопровождающим нас сотрудникам по регламенту из зоны нужно выехать не позднее 16.30 но вы понимаете локации нереально насыщены посмотреть хочется все и подольше расстояние между точками большие и поэтому все происходило в высочайшем темпе ух у меня мурашки побежали жестко это еще где-то Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Да, пойдем. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Погнали. Сейчас вы видите, как Петр бежит ко мне, чтобы я немедленно посадил свой дрон. Все потому, что я по своей невнимательности запустил его на приграничной зоне, где требуется разрешение и я могу схлопотать огромный штраф. Не повторяйте моих ошибок, заранее запрашивайте разрешение на полеты на дроне и все у вас будет отлично. Знаете, чего я точно не ожидал увидеть в зоне отчуждения? Это песчаные дюны. Оказывается, на Полесье, по всей территории белорусского Полесья, есть вот такие песчаные горы, дюны, как в Калининграде, либо чем-то похожие на пустынные, только поросшие травой. А еще больший сюрприз, это то, что на этой дюне есть обзорная вышка, с которой можно увидеть Чернобыльскую станцию. Я не долезла до третьей платформы. Чего? Мне страшно. Бедняга. Просто пищит, списком спускается. Не издевайся, нормально я спускаюсь. Огонь вообще. Оттуда, кстати, вид намного больше, чем снизу. А ты увидела? Чего ты? Давай, давай. Там высота не маленькая, но очень круто. Вот это вот стоит. Друзья, я стою на верхней точке зоны отчуждения. Сзади меня Чернобыльская АЭС. Я все еще в Беларуси. На границе рукой подать. Но каждый может это увидеть. И это просто сносит крышу. Проживало 244 человека от семена в 1986 году. Словно можно сказать, что мы по Плутонии уходим? Да. Жестко. Увидеть очертания на расстоянии 20 километров какой-то непонятной конструкции, просто полукруга по сути. Одно из самых ярких впечатлений после того, что все, что мы насмотрели. Не самое яркое, но одно из самых таких захватывающих. Дальше нас ждет еще целая череда удивительных, но при этом ужасающих локаций. Между которыми мы очень стремительно перемещали, чтобы все успеть. Продолжение следует... Это механический двор колхоза Победа социализма. Тут все технику бросили. Да, брошено было. Коров, свиней забирать можно было. Ох, а что это такое? Это для коров на уши сделать такая кишечка, то есть 500 грамм. Это непонятно. Продолжение следует... Здесь на первом этаже Располагался малый дискозал Вот там большой актовый зал На втором этаже библиотека Второй зал В малом дискозале проходили тусовки Дискотеки местные Пятница, суббота Сюда в молодости приезжал отец мой Накануне выходного дня, там вечер, пятница Они приезжали с друзьями, оставляли неподалеку автомобиль И шли сюда пешком Но было одно такое условие Нужно было прийти до 6 часов вечера Потому что в 6 часов вечера в Паганянском совхозе Колхозе Победа и Социализма Там заканчивался рабочий день Парни, возвращаясь домой, если видели незваных гостей Чужаков каких-то могли нормально так настрелять И пару раз отец рассказывал, что когда они выходили из клуба После дискотеки приходилось огородами просто убегать Точка в центре, кружочек, это частица Какая-то, атом радиоактивный Влево уходящий вверх луч черненький Это гамма-излучение Вправо вверх луч черный Это бета-распад Вниз уходящий это альфа-распад Вот три луча символизируют три вида распада Желтый символизирует знак внимания Здесь есть некая традиция В журнале, в зале ДК Оставить свое пожелание в этом месте В чем отличие украинской от белорусской зоны? Ну, туда въезд проще Насколько я знаю, там правовой статус и режим Он немножко другой У них же, по большей части, насколько я знаю, только два основных объекта для посещения Это Чернобыльская станция атомная И город Крипеть Все остальное это, как бы так, по бочке У нас 7 маршрутов по территории нашего сектора зоны отчуждения И здесь мы больше смотрим быт людей То есть больше, как люди жили когда-то, да? Объекты какие-то Мы также можем станцию посмотреть с большего расстояния Но с меньшим риском для жизни, для здоровья Туда вы, когда попадаете, вы получаете дозу облучения гораздо больше, чем здесь То есть можно сказать, что белорусская зона даже более разнообразна? Да, конечно Так, проехать по второму маршруту, как сегодня поехала группа Другая, которая раньше нас заезжала Второй маршрут, он тоже совершенно другой по Брагинскому участку Он без заезда в глубокую зону Потому что Брагинский район, который находится в 30-километровой зоне отчуждения Он достаточно грязный То есть он сильнее загрязнен, чем Хониксский район Там выше плотности Какие помимо этого маршруты еще есть? Классные По Хониксскому участку есть два маршрута Это первый и четвертый Первый это вот сегодня, как мы катаемся Он подходит для любой поры года Четвертый маршрут, он подходит скорее для какой-то поздней весны, лета и ранней осени Это всего 7 У нас есть однодневные и есть трехдневные маршруты Вы можете как заявиться, как и через туроператора, вот как Петр, еще разные бывают Так можете заявиться напрямую к нам Единственный вопрос, что мы не осуществляем, допустим, трансфер из Минска Ну короче, вы только в самой зоне Да, вы приехали, допустим, к нам в Хойнике, да, и мы говорим, что о, круто, ребята, вы приехали, пересаживайтесь на транспорт, поехали Здесь сюда вы без нас не въедете никак Сейчас мы пришли в одно из самых красочных мест, которое имеет, наверное, самые такие яркие элементы, которые можно найти в интернете И это школа, детская школа, которая находится вот здесь, вот в поселке Здесь есть жутко атмосферный спортзал, где видно прям, как природа уже поглощает это помещение Доски прогнивают, покрываются мхом Эта школа просто обязательна к посещению, 100% Вот здесь производилась витаминная муха и комбикорм для всех ближайших походов что там и и офигеть это выглядит очень жутко вероятно на видео это не так выглядит но в живую как как из фильмов про катастрофы видео и вот сколько я пытаюсь сфотографировать это не передает масштаб и объем всего причем будь это настоящая фабрика не было бы так не было не было бы в том то все дело если бы была рабочая фабрика но я был на разных заводах фабрика это не производит такой ну да приходишь огромные станки машины круто но вот сейчас здесь чувствуется прям мощь зубров мы не увидели к сожалению но у вас будет такая возможность но мы честно умотались очень сильно потому что здесь только локации столько места это всего лишь один маршрут из 7 впечатлений моря сил мало но этого стоило все у нас время вышло мы выезжаем из зоны отчуждения однозначно даже по тому маршруту по которому мы ехали сегодня хочется задержаться ну в два раза дольше на каждый из точек я к тому чтобы вы понимали насколько насыщенная здесь местность было очень интересно и очень насыщенно впечатление которое нужно прочувствовать лично картинка никак не передаст это было одно из самых незабываемых путешествий по беларуси однозначно думаю что многие из вас захотят после этого туда отправиться и это однозначно стоит того подписывайтесь на канал ставьте лайки и комментарии помните что каждый комментарий помогает этому ролику быть увиденным большим количеством большему количеству людей извините ребят мне приходится говорить с вами был артем рандевич канал едем всем спасибо особенно петя надеюсь увидимся встречи ура как вяло давайте еще